Всем здорова! Мы открываем с вами новые, как говорится, горизонты, или как-то правильно говорится. Короче, я к чему. Мы как-то сидели на стриме, когда с вами просто общались, не тематическом. И вы нам накидывали всяких авторов новых, которые нам можно посмотреть. Вот мы благодаря вам открыли Валеру Гостера. И сейчас подумали, а почему мы будем не посмотреть Мистери Форс? Я помню, нам советовали. У него как раз ролик вышел когда? Давно? Вчера. А, ну вот. И мы решили его посмотреть. Поехали. Ну, собственно, как я и обещал, если понравится ролик по губке Бобу, сделаю еще. Он вам понравился, так что делаю еще. Если вы смотрели этот ролик, то наверняка вспомните мое упоминание о несчастье Сквидварда. И сегодня я хотел бы разобрать это более подробно. Чисто про Сквидварда. Какие люди проливают свет на его несчастье. Он все такой грустный, такой нудный. Он все такой бессимист такой, знаешь, такой все время. Такой, все типа, все плохо, все плохо, когда кому-то хорошо. Ему, свой папа этому не нравится. Он такой, знаешь, жизнерадостный. Его это бесит, что типа, что ты такой радостный? Должно быть все плохо, типа. И мне страдаю, и ты страдай. Тему, касающуюся большинства из нас. А затрагивают они ее в эпизоде Сквидград. Наверное, когда вы смотрели эту серию «Бучи ребенка», вы мало что обращали внимание. Ну, типа, обычная серия, ничего такого. Однако надеялись очень креативным образом затрагиваться не только вопрос депрессии Сквидварда, но и тема экзистенциальности. О том, что это за слово такое страшное, которое я с третьего раза выговорил, я поведаю чуть позже. Для начала перескажу саму серию. Начинается эпизод с того, что Боб и Патрик играют с рифодутками. Это такие штуки, которые обдувают риф, если что. А поначалу все... Рифодутки. Рифодутки. Все подряд, пока атмосфера веселья не сменяется бешенством Сквидварда, когда эти ебантя решают засосать ей его дым. Что может быть веселого в игре с приборами, предназначенными для продумания рифа? А вот что? Вернее, они засосают окно, а потом... Да, как пылесос. В итоге Сквидвард оказывается в заточении, в такой же пустоте, как в той серии, о которой я вам рассказывал. Однако тут он быстренько прокапывает себе туннель и выбирается наружу, где начинают... И дает им люлей. ...дебилоидов, чтобы они вернулись. Нет, ты знаешь, я бы тоже психовала. Прикинь, постоянно портит ему дом, постоянно портит ему настроение, портит ему жизнь. Ты что, не привык? Всю жизнь. Они такие постоянно. Переселяйся, Сквидвард, сколько можно? Обратно. Те запускают все с Вороновой назад и взрывают к херам хоромы Сквидварда. После взрыва, как вы видите, всякая дребедень полетела во все стороны, и вместе с тем рядом с героями падает телек, по которому ведущие, напоминающие Сквидварда, рекламируют место, где все напоминают Сквидварда. Называется это место Сквидград. И как это не удивительно, Сквидвард решает уехать к другим Сквидвардам. Там даже головы одинаковые. Таким же нудным. Проходят тесты идентификации, и тут его встречает такой же негативный гражданин. Таких неотесанных болванов я и удрал из дома. О, вижу, вы торопитесь на семинар, как прожить без вас. О, ему там понравилось, да? Не опоздай. Ну и как бы да, происходит такой... А мне кажется, нет, тяжело. Когда ты один гадость, а все вокруг хорошие, ты можешь всех оскорблять, тебя никто не будет в ответ. А тут, получается, все и тебя будут оскорблять, и ты будешь всех оскорблять? Не знаю. А Сквидвард раз не оскорбляет без повода? Ну, без повода нет. Он просто нудит постоянно. Он нудит, да, он такой занудит. Большой батл без победителя, но Сквидварду это даже нравится. Как и вообще все вокруг. То есть, куда бы он ни пошел, что бы у него... Такое знакомое и родное. ...которых он давно мечтал, поездка на велосипеде, игра на кларнете и даже это. Консервированный хлеб. Это не город, а чудо. Короче говоря, Сквидвард находится в своем идеальном обществе, но с течением времени мы видим, как он вырабатывает иммунитет к этим удовольствиям. И после проделывания одних и тех же игровалов, которые хоть ему и нравятся, но проделывание их каждый день... Одно и то же, типа. ...не стоит в видеть в них смысл все больше и больше. Скучается. Поэтому с Бобом и Патриком почему было хорошо? Они были непредсказуемые. Соскучился. У них вечно какая-то дичь происходит новая. Соскучился по Бобу и по Патрику сейчас, видимо, вернятся. В итоге у него появляется депрессия. В конце он пиздит рифодуйку уборщика и начинает творить анархию. Но на самом деле, что-то... ...же к концу не так интересно. Нам намного интереснее именно вот эти вот минуты оскучнения. Кстати, сам слово сейчас придумал. Оскучнение. О чем я говорил? А, ну вообще я обещал вам рассказать, что такое экзистенциализм в первую очередь. Ведь именно эту проблему освещает серия. Если говорить более доступным языком, это философское течение, рассматривающее прежде всего уникальность существования каждого человека. То есть, согласно экзистенциализму, человек характеризуется его поступками, которые и определяют его природу, а не наоборот. То есть, не природа определяет его поступки. Для примера можно взять животных. Очень сложное. Они обладают свободой выбора. Их действия определяются их сущностью. То есть, их поведение заложено природой. Человек же... Ну, смотри, такое животное. Если ты домашний котик, у тебя есть все готовое, то у тебя уже есть выбор поспать, поесть, поиграть там и все такое. Ну, типа... Все это одновременно. Ну, да. ...свою сущность в процессе образования, в процессе существования. Если говорить вообще проще, человек сам строит себе жизнь, и он ответственен за то, что сделал. Отсюда мы переходим к другому термину, о котором, наверное, многие из вас слышали. Экзистенциональный кризис. Он наступает как раз тогда, когда человек не может дать себе ответ на вопрос о смысле жизни. То есть, когда у него нет цели. У меня был экзистенциональный кризис, оказывается. Да, он всех проходит, люди. Ну, нет, есть, на самом деле, способ, приводнее проходить. Быть просто по головам. Ну, типа, ты живешь, типа, такой, делаешь все как обычно, ты не паришься вообще, да. И все. Ну, все же так живут. Когда говоришь, что все так живут, то да, все. Хочу быть как все, и все так живут, не будет еще никаких проблем. Просто не задумывайся, не включай голову, идеально. Он хочет верить в то, что его жизнь имеет ценность, но, оглядываясь как бы со стороны, он вдруг понимает, что он ничего не меняет глобально. Если его не станет, если он умрет, то ничего не изменится. Но... Причем здесь Сквидвард, Дима, ты что, долб***ь, спросите вы? Да, во-первых, отвечу я, но Сквидвард все-таки тут при чем-то. Во-первых, эта серия, можно сказать, исследует определение счастья. Она критикует идею о том, что удовлетворение достигается путем окружения себя вещами, которые нравятся лишь тебе. Я думаю, всем вам знаком опыт, когда вы очень хотите какую-то вещь, прям засыпаете с мыслями о ней, но потом, получив ее, вы находите в себе новую вещь, которая также застревает у вас в мыслях, и вы потом ее пиздец... Ой, нет, сначала... О, кто слышит? Сначала ты разочаровываешься этой вещью. Реально, берешь новый телефон, вот и... Само ожидание, клав-то есть, чем сам телефон. А потом понимаешь, что... Ну, это просто телефон. Да, он точно такой же, как предыдущий, просто внешний другой. Ничего вообще не поменялось. Само ожидание, оно более приятное, чем самоприобретение. Все разрушилось, такое, типа, тлен. Грусть. Тлен. И слезка такая. Не купите или не получите, и это нескончаемый круг, то есть, несмотря на то, что... Я именно поэтому не хочу проспять. Потому что ты вот такое вот почувствуешь ощущение, что ничего не изменилось. Да, я потому что понимаю, что ничего не поменялось, просто мощности прибавились. И ты можешь себя убеждать, что типа, вот, это класс, это класс. Да, просто мощности прибавились, я понимаю, что не хочу. Опять же, возвращаемся. Вообще, она стоит денег на нее. То, что сквитварт, с моими любимыми вещами в этом самом сквитграде, он все равно грустит по итогу. То есть, в каком-то смысле, он в ловушке, ведь ему снова нужно искать счастье. И тут мы переходим к другому философскому термину, к гедонизму. Если говорить просто... Робот-гедонизм. ...это стремление к комфортному образу жизни, где комфорт является конечной целью. В современном обществе эта проблема становится все более распространенной, то есть, люди все больше нацелены лишь на блаженство, на комфорт, и прячутся от любых трудностей и проблем. Они хотят все и сразу, при этом желательно еще и в комфорте. И сквитрад, который будет со состоянием счастья, максимально для себя комфортно, закапывает себя все глубже и попадает в состояние депрессии. То есть, он ищет постоянного состояния счастья, но как бы это ни было грустно, это недостижимо. То есть, представьте... Ну да, ты когда начинаешь все время вот так об этом думать, что вот-вот-вот сейчас вот у меня будет денег там больше, и я стану счастливее. Вот-вот я шутку машины, и стану счастливее. Мы всегда такой ставим цель, но ты получаешь, добиваешься цели, и ты такой... Ничего себе! Цель, наверное, что-то другое. Да, потому что тебе этого мало. У тебя какая-то новая еще большая цель, и когда ты ее добиваешься, ты как-то временно получаешь этот эффект кайфа, а потом так... Блин! Да нет, это же твой эффект кайф, на самом деле. Ты просто всю жизнь тратишь на то, что ты как-то стрессуешь, постоянно стремишься и думаешь, вот мне надо это, мне надо это, мне надо это, мне нужны деньги, мне нужна машина, мне нужна квартира, ты как-то вот об этом думаешь, думаешь... Ну, не, говори про нас конкретно, я в общем про людей, да, ну, большинство людей. И не наслаждаешься моментом, в принципе, жизни, то есть вся жизнь проходит мимо, а ты постоянно вот мыслям вот в этой фигне. И все протекает мимо, и в чем смысл? ...себе, что вы добились, допустим, счастья, но как скоро вы поймете, что этого мало? Согласитесь, это лишь вопрос времени. Просто счастье, это не постоянное состояние. ...мало, я спрашиваю, когда вы будете считать, что этого мало. То есть наши потребности растут, и при закрытии одних потребностей появляются другие, которые, скорее всего, были даже мелочнее, чем прошлые. Возьмем, к примеру, вообще не каждого одиного индивида, а человечество. Допустим, если раньше человек думал о том, как ему выжить среди мамонтов, да, с дубинкой... А теперь как купить новый айфон? Сейчас человечество озабочено тем, как не обижать друг друга в интернете. Ну, как бы, думаю, разницу объяснять не надо. А кибербуллинг или... Кто вообще озабочен тем, как не обижать на тебе как раз-таки это максимальная площадка, чтобы друг друга засрать. То, что можно сделать анонимно и не получить врыло за нехорошие слова. Ну, типа... Это может какие-то очень вежливые люди беспокоиться. Это есть, называют скрабление в интернете, правильно ли? Да, просто есть такой жесткий типа кибербуллинг, просто есть, в принципе, буллинг физически, да, и психологически. А в интернете, когда, знаешь, человек оскорбляет, оскорбляет, он такой, я такой, оничтожился, пойду, убьюсь. В интернете, мне кажется, просто все оскорбляют Страшно, мне кажется, а здесь, я сейчас оторвусь так, ох, щас. Такой герой! Зайду, как в комменты, засру сейчас, почувствую себя героем таким. А потому что анонимно, потому что нет лица у человека в интернете, по сути. Ну, можно найти, если большое иметь желание, да, и возможности, но, по сути, человек анонимный, он может говорить все, что хочет всякую дичь просто. Да, да. Побег от Сабрезуба. И я это к тому, что мы все вместе, как человечество, опять же, стремимся к большему комфорту, но к чему в итоге приходим? Сейчас наша проблема не выживания. Что? Ты это видел там? Гольф для туалета. То есть ты сидишь в туалете и в параллельно играешь в мини-гольф. Зачем? Как 10 веков назад. А массовые депрессии, кризисы, психические срывы. Хотя, казалось бы, все мы живем в более комфортном мире, чем раньше. И серия хочет сказать, что настоящее счастье кроется в постоянном поиске идей. Кто-то находит в этом блога, но в наше время все больше атеистов. Это, опять же, сказывается на учащенном экзистенциональном кризисе. То есть если наши предки находили смысл в блоге, то атеист сейчас, он вообще не понимает, в чем смысл жизни. То есть если он доходит до этого... Смысла жизни нет. Доходит до мысли о свете. Ну да. Ну нет. Нет смысла жизни. Нет смысла в создании вот вселенной осознанной. У нее не было смысла. Просто осознанно. А мы же сами наделяем это смыслом каким-то. Сами наделяем жить свою смыслом. Она типа, ну нет, в ней есть смысла. Ты просто сам наделяешь уже смыслом. Ты до себя чувствуешь. Хорошо. Мне тоже интересно, допустим, Люди, которые верят в Бога, они же верят Получается в жизнь после смерти, в жизни на небесах Ты будешь вести себя хорошо на земле И потом ты будешь жить в раю Правильно такой со мной смысл? А что ты будешь делать в раю? Типа вот такой гетонизм тебе начнется Ты будешь бесконечно жить в раю Все будет всегда Потому что у тебя опять-таки будет все И ты от этого начнешь уставать Ты об этом не знаешь, что ты будешь страдать Нам факт говорят, что ты страдать будешь Но они думают, что нет, я буду кайфовать Ну как кайфовать? Кайфовать первый год, второй год, если там даже нету времени течения, но потом когда-то это надоест. Ну я это не знаю, не думаю об этом. Ну типа, даже если такое есть, то это все равно надоест. Чем это закончится должно? Ничтожности, а потом как бы, ну да. Как вывод могу сказать, что не нужно расстраиваться из-за негодований в жизни, из-за проблем, которые сваливаются на вас. Просто принимайте их. Ведь такое событие, как просиживание жопы на диване и просмотр телевизора, оно тоже не приносит особой радости, если перед этим вы не горбатились и не уставали. Сквидвард избавился от всего того, что приносило в его жизнь страх, грусть, злость, боль. Но что есть счастье, если не прямая реакция на вот эту вот страх, грусть, боль, в каком порядке я там говорил. То есть как понять, что ты счастлив, если ты не находишь моменты грусти и боли? Если ты постоянно... Ну короче, контрастик тебе нужен. Ты не понимаешь, что это счастье. Короче, как я уже говорил, группа Боба Истину, гениальный сериал, вот на такие мысли он отталкивает. И на этом все. Хотел бы попросить вас нажать на колокольчик, потому что в рекомендованные мои ролики уже не залетает от слова совсем. Вот статистика. Сколько у него рекомендаций? 6% Как знакомая. А на этом все. Я пошел готовить. Будем делать реакции, чтобы помочь чуть-чуть распространить. Да, потому что мне понравилась очень серия. Короче, я думал он будет просто про мультик. Оказалось, он очень философский. И ты можешь прям порассуждать. Мне это так понравилось. Я-то думал, просто сейчас начнет про Скидер что-то рассказывать. Скидер, скидер, скидер. Он жил там, родился там, пукнул там и все такое. Я знаю, что такие моменты даже чувствую, как будто я могу даже что-то сказать. Умное, а не просто посидеть и поржать. Чуть-чуть поднимается самооценка. Но, возможно, я не сказала ничего особо умного. Но, возможно, и сказала. Мысли гениальных. А на самом деле, да, это очень жесткая проблема по поводу этих экзистенциальных, я бы говорила с первого раза, кризисов. Потому что мы постоянно с Вадимом этим страдаем. У нас постоянно как-то мы думаем, блин, вот. Особенно ты всегда сравниваешь себя с другими. Всегда сравниваешь себя с лучшими. И думаешь, вот я хочу тоже так, я хочу то, я хочу жить так. Мы как-то, знаешь, самое больше всего унитает, когда мы ставим свои цели. За две недели сделать, например, мульт. Проходит ровно две недели. И ты вот не успеваешь даже в день. Ты начинаешь, блин. Да, да. И начинаешь вот так вот прям съедать. Ты начинаешь себя копать, да, корить. И в итоге получается, что как-то всю жизнь вот в этом состоянии живешь. И это отстойно вообще. То есть ты реально, момент счастья, это не постоянное состояние, перманентное. Ты его испытываешь чуть-чуть совсем. Надо научиться. Не знаю как. Вот если был какой-то способ научиться просто вот кайфовать от самого момента. Ну, для этого... Нет результата, то, что мы стремимся на результат, чтобы от него получить... От процесса. От самого процесса. Ну да, это, наверное, самое важное. Просто опять-таки... А как? Просто когда... Это сложно, потому что, опять-таки говорю, ты смотришь на других людей. Ты сравниваешься с ними и думаешь... Почему раньше не было таких экзистенциальных кризисов? Потому что у них... О, огонь добыл. Еду съел. Меня тигр не сожрал. Я не замерз на смерть в пещере? Зашибись. А теперь у тебя комфортные условия. И ты хочешь еще больше и большего, понимаешь? Ты сравнишься с другими, у которых есть это большее. И поэтому ты думаешь, что ты живешь вообще отстойно. Понимаешь? И в итоге поэтому у тебя мысли всем этим забиты. И поэтому ты так вот мучаешься. Поэтому, знаешь, есть такая психология. Когда тебе плохо, другие говорят... Да ничего страшного. В Африке вообще дети голодают. И типа тебе должно стать легче, потому что типа... Ну ладно, у кого-то еще херовее, чем у меня. У меня типа еще норм жить. Класс, весело. Ну как бы так не работает на самом деле. Ну может быть как-то помогает. Нет, мне кажется, работает. Как будто помогает. Да, работает. Ну типа утешает. Поэтому это так и говорят. Ну да. Поэтому это кого-то утешает. Допустим, меня такие вещи не утешают. Знаешь, есть такие там, когда училась в школе, в универе где-нибудь, где спрашивают, а ты сделала домашку там? Нет, не сделала. О, мне тоже хорошо, я тоже не сделала. Да, да. Мы вдвоем, мы оба. А ты готовилась? Ты посчитала к экзамену? И тебе это кайфово от того, что другой тоже такой же, как и ты, засранец? Да, да. А потом вот эта засранец берет и сдает на девятку или на десятку, а ты как отстойщая сидишь и думаешь, но ты же тоже не готовился. Ха-ха-ха-ха-ха. И такой, собака ты, предатель. Короче, это очень наказалась русская тема, прям можно обсуждать, обсуждать. Да. Но надо заканчивать, потому что никому, ну... Неинтересно уже это слушать. Давай, честно, откровенно. Да. В общем, что хотел сказать. Расписание стримов мы сделаем на следующий месяц скоро. Стримы проходят у нас по вторникам пятница в 7 часов вечера. И будут тематические, если кто был, тот знает. А кто не знает, пусть приходят, кстати. Да. Вот. Ждем всех. Всем пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Хм, сложный выбор.